Столько лет. Эмоции через край, а не от долгожданной квартиры. Еще вчера семья Салахудиновых ютилась в общежитие, а сегодня перешагнет порог собственного дома. Мы вообще через верную, через это рады. Вот ключи, все есть, ждали три года, вот получили. До сих пор не верит в происходящее и соседка семьи Салахудиновых Элисан Мухамедьярова. Не успела осмотреть квартиру, уже планирует, как расставить мебель. Вот сейчас обустроить, хотя бы кровать, мебель, и планирую, хочу. Тут еще и школа для нас, и садики, в принципе, все есть, как новый район. Это новая жизнь. Сегодня 250 казанцев стали новоселами. Я думаю, шкафку бы поставим, вот сюда две детские кровати. Уютная, светлая, просторная трехкомнатная квартира для Айрата и Фераи. В Фейсрахмановых первое семейное гнездышко. Более шести лет супруги с детьми жили в однушке, с бабушкой. Мы ничего не будем переделывать, все устраивает, просто купим новую мебель и въедем. Сдать дом планировали еще в 2015-м. Тогда стройкой занимался Камгэс Энергострой. Но подрядчик отстал от строков, и дом передали компании Строитель Плюс. Чистовая отделка, натяжные потолки и даже датчики пожарной сигнализации. В квартирах все для удобства жильцов. А уже через неделю эти же условия оценят новоселы еще одного дома Салават Купере. Следующий дом ожидаем через неделю 24, вот в этом же квартале. Это пятый дом будет, с этим пятым домом 24, фактически десятый квартал завершается. А уже к сентябрю в микрорайоне откроется школа на тысячу мест. Алина Бережнарина, Цаффин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова